Итак, всем привет! Сегодня мы, значит, обсудим архив. Итак, что же такое архив? Как я уже говорила, в огромной нашей компании и внутри нас есть куча отделов. Есть совершенно замечательный отдел, это архив. Он содержит в себе все. Воспоминания, убеждения, обиды, гордость. То есть вот все, что вы накопили за годы своей жизни, то он в себе и содержит. Итак, самый такой, знаете, лакмусовая бумажка, чего больше в архиве у человека. То есть вы общаетесь с человеком, и можно, в принципе, с лету через 10 минут уже понять, у него в архиве больше негативных или позитивных каких-то записей. Также есть там отдел, там, знаете, негативный опыт, позитивный опыт. То есть все это перемешано, но на самом деле в архиве, то есть вот структурировано все очень-очень так, то есть хорошо, да. То есть если там есть отдел негативный опыт, то он есть. И там записано абсолютно все, то есть там хранится до последнего миллиметра. Итак, это, конечно же, мы не помним. Это, конечно же, было уже очень давно и неправда половина. Итак, кстати, то, что это половина неправда, это железная истина. То есть то, что мозг записал себе в архив, даже, наверное, не половина, а процентов 80, там неправда. Но он в это искренне верит. Итак, пообщавшись с человеком буквально 10 минут, то есть уже можно, я уже говорила, да, там, уже можно определить у него в сторону все нереально, все ужасно, правительство там плохое, законы плохие, претендент плохой, люди плохие, коррупция и так далее. Ничего в жизни нельзя сделать там нормально, да. Значит, у него больше негативного опыта. То есть вот чистая математика, да, нет никакой эзотерики, вот ничего, да, у него просто очень много негативного опыта. И возьмем, возьмем другого человека, который, знаете, такой, вот чем больше он сумасшедший оптимист, да, такой, знаете, прям вот инфантильный ребенок уже в 40 лет. Только если это, ну, не защиты у него там срабатывают, а просто вот он действительно во все верит, он действительно готов, знаете, такой всегда на подъеме, он всегда за какую-то авантюру, он всегда готов приступить к делу. Но при этом он, ну, то есть я не говорю сейчас про умственно отсталых, да, а действительно есть люди, которые вот готовы вкладываться постоянно в какие-то новые проекты. Я, может, так просто описала, да, таких вот, я сама такая, да, которые вот, знаете, а мы все равно прорвемся. Вот какая-то такая, знаете, позиция. Ну, не сегодня, так завтра. То есть очень много таких вот высказываний, да, есть про таких людей. Там влезем, а потом посмотрим. Ну, вот что-то из этой серии, да, то есть он всегда готов пробовать. Значит, у него больше положительного опыта. То есть вот по определению, да, либо первое, либо второе. Либо больше положительного опыта, либо больше именно какого-то отрицательного опыта. Это так работает именно вот человек, да, со своим подсознанием. То есть это даже вот вообще неосознанная часть. Это просто вот на уровне автопилота. Скажу по себе честно, да, что, ну, раз я этим интересуюсь, да, значит, меня это действительно цепляет. И мне это как бы надо, да, если я этим интересуюсь. То есть до своих там 20 лет я была полным пессимистом вот внутри, да. Я вообще не верила в чудо. Я вообще не верила в что-то хорошее в этом мире. Да, то есть для меня была одна сплошная черная бездна, вот жизнь, под названием жизнь. То есть действительно так. Я не верила ни во что хорошее, да, что даже потенциально, гипотетически могло бы со мной случиться. И только как раз после 20, да, скажем так, я дошла вот до самого-самого, знаете, вот пика, дыра, скажем так, невозможности, да, в жизни. То есть вот полностью черная дыра, да, ни денег, ни любви, ни будущего, вот ничего, да, ни семьи тебе, ни детей. То есть вот никогда, ни при каких обстоятельствах. Да, вот я сейчас так вспоминаю, это же как мозг должен был работать, что он полностью отфильтровывал позитивный опыт и записывал только негативный опыт. Опять же говорю, что архив это неправда, это просто запись, вот линия, да, идет запись. И просто на чем вот зафиксировалось. Знаете, как фотоаппарат, вот он делает снимки. Вот именно так работает архив. То есть просто зафиксировал какой-то момент из жизни. Естественно, там было много эмоций, естественно, он был вот яркий для воспоминания, и он его очень хорошо запомнил. Кстати, у меня жизнь была, то есть не так, что, да, там, я из детского дома, там, голодала всю жизнь, у меня была обычная нормальная жизнь, то есть я нормально училась в школе, да, и в принципе все было благополучно. Но, то есть это опять же к тому же, что мозг нас реально обманывает. То есть вот ему как проще, так он и работает. Вот ему на чем проще концентрировать свои, свои, да, свое внимание. Поэтому он так и делает. У меня даже есть теория, почему, да, мой мозг концентрировал внимание именно больше на плохом, да, потому что, опять же, я человек эмоция, и эмоций больше в плохом. Это вообще закон, да, это вы в любой книжке прочитаете, что негативные эмоции, они всегда сильнее позитивных. Во-первых, их в нас больше, вот так случилось. Их больше, и они ярче. Просто потому что эволюция, так вот, да, выживание, страх, гнев, да, они важнее, чем радость. Ну вот так посчитала вот эволюция, что для выживания реально нужны больше негативные эмоции. Поэтому мозг на них сильнее фиксируется. Поэтому со временем мне было вообще легче фиксировать только негативные воспоминания. Так он и сформировался. И в 20 лет я начала это отслеживать. То есть я это поняла, я это осознала, и я это заметила. Из раза в раз я действительно сама себе доказывала, убеждалась, что реально я не помню ничего хорошего, но я очень хорошо помню плохое. Вот как-то так. Поэтому если вы сейчас пессимист просто до мозга костей, вы не верите ни в хорошее, ни в чудо, ни в успех, это просто потому, что у вас, так же, как у меня когда-то, зафиксированы, да, вот эти плохие воспоминания. Это не магия, это не эзотерика, это не крест, это не ваша карма или судьба, то там, не знаю, там, бог вас наказал, да, и так далее. То есть вот я как бы знаю, что среди моих подписчиков есть и те, и те. Но вот сейчас, да, я обращаюсь к тем, кто оптимист, вы большие молодцы, да, вы, несмотря на жизнь, а жизнь у всех имеет и черное, и белое, да, оптимисты молодцы, они смогли сохранить в себе, скажем так, иммунитет, да, к плохому и концентрировались на хорошем. А те, кто пессимисты, то, ну вот лично я сделала такой вывод, что лучше жить на белой стороне жизни, да, вот это просто вывод, по которому я живу, выгоднее жить на белой стороне жизни. Потом я расскажу опять, да, вот просто по всему ходу моего рассказа, понятно, начнет, почему, почему лучше жить на белой стороне, потому что к нам притягивается вот все, что мы думаем, к нам это же и притягивается. Соответственно, если я думаю плохо, да все плохое ко мне и притянется. Если я думаю хорошо, ко мне все хорошее притянется. А, ну и еще напоследок скажу, что если вы как бы пессимист, как я перестраивалась на хорошее, да, во-первых, это хорошее высказывание умных людей, здесь не хочу не отметить снова проект Кайзен, да, Евгения Попова, умные высказывания, ссылку я оставлю внизу в описании, реально, если вы вот плохо думаете, вас одолевают черные мысли, да, там безнадега, безнадега, почитайте, да, то есть мне помогло, правда я его читала подряд 4 года, то есть это очень долгий процесс, но он надежный. И второе, что я делала, это обязательно, обязательно начинать читать истории успешных людей, обязательно начинать истории каких-то вот знаменитых людей, да, начитываться именно хорошего, что происходит в жизни, читать, как раскручивались разные бренды, прочитайте про Форд, как он раскручивался, прочитайте, вот я не знаю, все, когда я читала, да, когда я этим интересовалась, высказывания президентов, да, речи великих людей, то есть все вот это, все люди, все великие люди, они сталкивались с проблемами в своей жизни, просто они тоже выбрали жить на белой стороне жизни, да, поэтому, по сути, они добивались каких-то высоких результатов, они были успешные, они были богатые, да, они были счастливые люди. Опять же, да, то есть, смотря кого вы читаете, то есть, какие у вас цели, да, то есть, если вы ориентированы на семью, на благостные отношения, да, то есть, ну вот на что-то такое доброе, позитивное, да, то таких авторов себе и выбирайте. Если вы нацелены исключительно на богатство, исключительно на, да, там, на достижение своих целей, да, можно Трампа почитать, то есть, в зависимости от того, кто вы определится, да, и что для вас важно, то и читайте. Но то, что фактом идет, что жить лучше на белой стороне жизни, да, это действительно так, и надо быть все-таки оптимистом и верить в свое будущее, и понимать, что то, что дает вам понятие вот этой хорошей жизни, оно складывается из вашего положительного опыта. То есть, не из магии какой-то, не из, а просто из положительного опыта. Мы потом еще поговорим, да, это положительный, отрицательный опыт, это тоже, кстати, очень важно, и это тоже не просто так, и лучше заниматься саморазвитием, да, чтобы просто не было негативного опыта, потому что негативный опыт – это собственные ошибки, это не злой дядька вам под ножку подставил, и вы упали. Ну, так можно было в 5 лет, но если вам уже 25 лет, то, скорее всего, это были какие-то собственные ошибки, вот, поэтому на этом тоже надо заострять внимание. В общем, да, пропитывайтесь положительным опытом. А, еще, кстати, хорошо для этого действует вот сесть и вспомнить все хорошее, что с вами было, допустим, там, в возрасте там от 0 до 5 лет, вот все, что вспомните, допустим, потом от 5 до 10 лет, да, причем негативный опыт, он будет по привычке вылазить вперед, но его надо тушить и вылазить, вытаскивать, точнее, положительный опыт. Можно даже записывать. Некоторые рекомендуют реально вот сидеть и записывать, и по часу в день вспоминать положительный опыт, который у вас был. Он начнет, знаете, как вот раскручиваться маховик, да, он постепенно, все больше и больше и больше и больше и больше, начнете вспоминать именно положительный опыт, да, и архив начнет заполняться положительным опытом, и мысли начнут идти более положительные. Но это тоже такое более-менее, ну, то есть это, в принципе, долгосрочный проект, работа над собой, поэтому это все идет в такую длительную работу. Вот, и в следующем видео мы поговорим уже о более реальных, насущных проблемах, да, как, грубо говоря, достигать какие-то цели, как идти просто по жизни, да, вот не просто, вроде живу, а вроде и не живу, да, вот вроде уже как бы что-то делаю, а что-то результатов никаких нету, да, вот как уже первые шаги, вот, именно к достижению каких-то своих собственных результатов. Субтитры сделал DimaTorzok